Тираж книги «История Кавказского заповедника» всего 500 экземпляров и раскуплен он практически полностью еще до выхода книги в свет. Все дело в уникальности издания. За всю историю охраняемой природной территории было лишь несколько книг, в которых была собрана и систематизирована информация о деятельности и развитии Кавказского заповедника. Кроме того, только в этой книге опубликованы уникальные фото и документы, которые были найдены в архивах и сохранившиеся до наших дней. Работать с архивами в принципе непросто и очень ответственно. Об этом говорят авторы истории Кавказского заповедника. На то, чтобы найти новые факты и систематизировать их у старших научных сотрудников заповедника Сергея Трепета и Юрия Спасовского ушло два года. Большой блок об истории заповедника в годы Великой Отечественной войны взял на себя друг Кавказского заповедника, научный волонтер, фотограф, путешественник и историк по образованию Дмитрий Андреев. Поднимаются архивы, которые до этого лежали годами на полке. И никто до тебя, допустим, этими делами архивными не занимался, никто их не требовал. Они просто, как книжка в библиотеке может лежать, ее никто не читал никогда. А в ней написано столько интересного. То же самое с архивами, на основании которых какие-то данные проявлялись в заповеднике. И они еще не все проявлены, как Сергей справедливо заметил. Вот сейчас опять накапливается материал, который может послужить продолжением той же истории. Каждый день, работая над материалами для книги, авторы делали открытия, узнавали факты, о которых ранее никто не догадывался. Информации хватит и на второе издание, которое авторы хотят выпустить в виде большого фотоальбома.